Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я рад приветствовать вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об очень важной группе удобрений, об азотных удобрениях. Среди всех удобрений минеральных, которые только есть, группа азотных удобрений является, пожалуй, наиболее разнообразной. Связано это с тем, что в почву вносится азот в самых различных формах. Давайте об этом сейчас и поговорим. Одной из наиболее широко распространенных форм, в которых вносят азотные удобрения, является аммонийная форма. Аммоний очень быстро, полно и хорошо усваивается растениями. Пожалуй, аммонийная форма азотных удобрений является наиболее быстродействующей среди всех остальных форм удобрений. Аммоний непосредственно сразу же включается в обмен веществ растений, тем самым обеспечивая быстрый рост и набор вегетативной массы. В отличие от фосфорных и калийных удобрений, именно азотные удобрения стимулируют развитие вегетативной массы. А нам это необходимо, как правило, в начале и до середины вегетации, до того, как однолетние или многолетние растения приступили к цветению. Томату это необходимо до цветения, чтобы он набрал большую вегетативную массу. И всем другим растениям точно так же, потому что именно во время цветения развитая листовая поверхность и большое количество накопленных вегетативной массе веществ будут залогом большого урожая. Во второй половине вегетации, когда растения уже зацвели, будь то огурцы, тыква, кабачки, что угодно. В этом случае избыток азотных удобрений как раз представляет опасность. Картофель накапливает меньше крахмала. Томаты начинают жировать, вегетировать в ущерб цветению, образованию плодов и так далее. А азотные удобрения в более-менее постоянном режиме нужны лишь тем растениям, у которых мы в пищу потребляем вегетативные органы. Да и то, если речь идет о капусте, моркови, свекле и других овощах, в этом случае избыток азота во второй половине вегетации приведет к накоплению нитратов в продукции, а также к плохому хранению овощей, потому что накопленные нитраты провоцируют активное развитие микрофлоры, что очень плохо. Кроме того, жирующие растения с избытком азотных удобрений подвержены всевозможным болезням-вредителям, и, как правило, они плохо сопротивляются стрессам, поэтому переборщить с азотными удобрениями точно так же плохо, как и обеспечить их недостаток. Нам нужно найти золотую середину. Золотая середина будет тогда, когда мы научимся чувствовать растения, понимать, с чего им не хватает или что-то у них в избытке. В любом случае, май, июнь и до середины июля – это период, когда необходимо запастись азотными удобрениями и вносить их под различные культуры более-менее регулярно. А под декоративные культуры необходимо вносить под розы, декоративные кустарники, пионы, флоксы и так далее примерно до начала августа. После этого, напротив, внесение азотных удобрений будет неблагоприятным, поскольку снизит морозостойкость и зимостойкость этих растений. Итак, вернемся к формам удобрений. Одной из наиболее распространенных форм аммонийных удобрений является сульфат аммония. Сульфат аммония содержит около 20% азота, действующего азота. Сульфат аммония обладает и физиологической, и химической кислотностью. В этой связи сульфат аммония прекрасно подходит для подкормки голубики, роддендронов, вересков и других растений, требующих повышенного содержания кислоты, повышенной кислотности почвы. Почему оно является кислым и физиологически кислым тоже? Потому что аммоний поглощается растениями гораздо быстрее, чем сульфат. Аммоний поглощается, сульфат остается. Соединяется с протоном, образуется серная кислота. Таким образом накапливается сульфат и формируется избыточная кислотность почвы. При этом для многих растений, таких как лук, чеснок, капустные овощи, редька, дайкон, капуста, горчица и прочие другие, они потребляют сульфаты в большом количестве. Поэтому опасаться закисления почвы при внесении сульфата аммония под этими культурами не стоит. Да и при не таком уж частом использовании, при не то, что вы каждую неделю по стакану сульфата аммония на квадратный метр вносите, нет. Его надо вносить довольно умеренно. Столовая ложка на ведро воды, пол литра на растения, если растения сидят по одному, либо 10 литров раствора на один квадратный метр. Если вы будете каждые 10-15 дней удобрять растения, огородные растения, декоративные растения сульфатом аммония, в этом случае закисление огородных культур не стоит опасаться. В то же время для вересковых растений, многолетних вересковых растений, потребление которых сульфата не так уж и велико, в этом случае там сульфат будет накапливаться и обеспечивать подкисление этой почвы. Следующее удобрение, о котором хочу сказать, это нитратные удобрения. Среди нитратных удобрений чаще всего мы встречаем разнообразные селитры. Кальцевую селитру, калевую селитру. Ну а комбинированное нитратное удобрение, оно одновременно и аммонийное, и нитратное. Это аммиачная селитра. Здесь суммарного азота чуть-чуть побольше, 33%. Аммиачная селитра является химически нейтральной, но физиологически кислым удобрением. Почему? Потому что, как я уже сказал в отношении сульфата аммония, аммоний поглощается быстрее, чем кислотный остаток. В этом случае в почве будет накапливаться не остаток серной кислоты, а остаток азотной кислоты. И почва также будет подкисляться. Чтобы убрать подкисляющее действие азотных удобрений, будь то сульфат аммония, будь то аммиачная селитра, очень широко используется прием одновременного внесения с этими удобрениями извести, обыкновенной извести или мела. В этом случае количество извести или мела должно быть очень небольшим. Это примерно пятая часть от вносимого количества вот этих удобрений. То есть, если столовая ложка на ведро воды, будь то сульфата аммония, будь то аммиачной селитры, то одна пятая столовой ложки может туда вмешаться, также и мела. Мел является более предпочтительным, потому что известь, обладая щелочной реакцией, будет вытеснять аммоний в виде аммиака, и вы почувствуете резкий аммиачный запах. Это приводит к потерям аммиака. В этой связи не рекомендуется использовать вместе с аммонийными удобрениями, будь то сульфат аммония или аммиачная селитра, золы. В этом случае аммиак будет выделяться, это будет пахнуть, это будут потери аммиака, и можно вызвать аммиачное отравление растений. Что ж, доза аммиачной селитры примерно такая же, как и у сульфата аммония. Столовая ложка на 10 литров, 1 литр на 1-2 растения в зависимости от его потребности, мухи уже летают какие-то мелкие, и 1-2 ведра на квадратный метр в зависимости от потребностей растений. Если они находятся в активной фазе, потребность того же огурца, тыквы, кабачка, в начале вегетации, до цветения в этих удобрениях очень высокая, соответственно, доза поливная может быть увеличена в 2 раза. Концентрацию в ведре увеличивать по этим удобрениям я не рекомендую. Всё-таки лучше жиже, но чаще, чем крепче, но реже. И не забывайте, что поливать нужно обязательно по пролитой, по влажной земле, чтобы не вызвать астматического шока у корней. Третий тип удобрений азотных, о которых я хочу сказать, это карбамид или амидные азотные удобрения. Амидные азотные удобрения содержат, как вы понимаете, азот в амидной форме. Это наиболее длительно потребляемая растениями форма удобрений. Для того, чтобы карбамид стал доступен растениям, он должен подвергаться микробному разложению. Сперва карбамид превращается в аммиак. Аммиак в аммонии, аммонии в нитриты, нитриты в нитраты. Растения поглощают аммонии, нитриты и нитраты. А все три типа соединения могут поглощаться растениями непосредственно. Мы можем либо получить нейтральную реакцию в почве от внесения карбамида, либо несколько закисленную, потому что, как мы помним, избыток нитрата в почве подкисляет. Однако же, если вносить карбамид умеренно, он не только не будет подкислять, но будет даже немножко подщелачивать почву. Почему? Потому что аммиак обладает сильно щелочной реакцией. И если растения подкармливаются небольшими дозами карбамида регулярно, но жидкими подкормками, такими не очень концентрированными, в этом случае аммиак превращается в аммоний, снижает избыточную кислотность и тем самым компенсирует внесение, например, других типов удобрений, либо же компенсирует естественную кислотность почвы. Главное с карбамидом не переборщить. Карбамид является наиболее концентрированным из всех типов азотных удобрений. Он содержит 46% азота в своем составе. Однако же, несмотря на то, что растения переносят карбамид очень хорошо, можно сделать раствор с 3 или 4 даже столовыми ложками на ведро воды, пролить растения и ничего страшного не случится. Все-таки на основании того, что я вам сейчас сказал, превышать дозу мочевины не рекомендуется, поэтому тоже 1 столовая ложка этого удобрения на ведро воды. Пол-литра или литр такого раствора на растения, либо 1-2 ведра на 1 квадратный метр в случае сплошных посадок. Вы можете скомбинировать карбамид и сульфат аммония, для того, чтобы для растений, если у вас под руками, например, нет мела, скомпенсировать избыточную кислотность сульфата аммония. В этом случае вам нужно взять пол столовой ложки карбамида, пол столовой ложки сульфата аммония. В этом случае вы обеспечите растения и азотом, и серой, что очень и очень важно. Еще есть один тип удобрений – это органические азотные удобрения. Сейчас все стремятся заменить минеральные химически синтезированные удобрения на органические, хотя в этом нет большого смысла, если правильно использовать химические удобрения. Кто-то говорит, отравим червей, погубим, там еще что-то такое. Нет, это все ерунда. Если вы грамотно используете удобрения, они принесут вам только пользу. Однако же, в последнее время популярностью стала пользоваться роговая стружка. Роговая стружка содержит примерно 18% азота. Это меньше, чем во всех минеральных вот этих формах, удобрения о которых я только что сказал. Надо сказать, что оно является очень недешевым. Очень дешевым. Оно стоит примерно в 5 раз дороже, если рассчитывать на азот, чем, например, карбамид. Но те, кто являются сторонниками, или вернее являются не сторонниками, противниками минеральных удобрений, могут ее использовать. Однако у нее есть особенности. Роговую стружку никак нельзя назвать удобрением с быстрым действием. Когда вы внесете роговую стружку, а по сути вы будете вносить белок в почву, там начнутся процессы гниения. Эти процессы гниения проходят не так-то быстро. И азот станет доступен для растений совсем не скоро. Поэтому роговую стружку необходимо вносить в самом начале вегетации при посеве растений. Либо вкапывать в лунки. У нас есть видео о том, как можно ломиком проделывать лунки и вносить в зону корнеобитаемого. Такие вот сухие удобрения, то есть вносить в корнеобитаемую зону под кустарники, под многолетние насаждения, под землянику и другие растения. Доза этого удобрения примерно 2 столовые ложки под одно растение томата, огурца, перца и так далее. Необходимо роговую стружку равномерно распределить под корнями растений, прикрыть подушкой 1-1,5 см землей и сверху высаживать растения, либо же высевать семена. Но тогда, если вы высеваете, подушка должна быть чуть больше, 3-4 см. Ну и огурцы, например, высеваете. Там начнется процесс гниения, начнется процесс выделения аммиака. Если растения будут находиться в фазе активного поглощения аммиака и аммония, в этом случае это удобрение будет слегка подщелачивать вашу почву. Поэтому, если у вас, естественно, кислые почвы, либо вы пользуетесь одновременно минеральными удобрениями, пожалуйста, смешивайте роговую стружку с селитрами, смешивайте роговую стружку с сульфатом аммония, и она вполне скомпенсирует вам избыточную кислотность. Если вы не вносите мел, не известкуете ваши почвы. Естественно, что роговая стружка совершенно неприемлема для голубейки, для брусники, клюквы, вересковых растений, рододендронов и так далее, из-за того, что она подщелачивает почву. Ну и последнее удобрение. Я противник использования этого вещества в качестве удобрения, но все-таки многие блогеры и многие их зрители остаются приверженцами этого удобрения. Это чистый аммиак. Ну, в чистом виде аммиак не продается, не доступен для населения. Он доступен в основном в виде 30-процентного раствора, вот такого технического аммиака, либо в виде нашатырного спирта, 10-процентного аммиака. Аммиак является наиболее концентрированным удобрением для растений. Аммиак сам по себе содержит более 80% азота. Однако же, как я уже сказал, он большинству населения доступен в виде нашатырного спирта. Таким образом, когда вы покупаете нашатырный спирт, содержание азота там будет около 8-9%. Поэтому это очень-очень разбавленное удобрение. Надо посчитать стоимость аммиака, и вы обязательно придете к выводу, что аммиак является самым дорогим, весьма токсичным и весьма неудобным для внесения удобрением, потому что аммиак летуч, его количество, огромное количество, удалится из раствора еще до тех пор, пока вы его внесете. Однако, если аммиак вам доступен, и вы все-таки являетесь приверженцем этого типа удобрения, в следующем выпуске я вам расскажу, как правильно использовать аммиак для подкормки растений. А на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, наш выпуск был вам полезен. До новых встреч! Желаю вам успехов и процветания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова